Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Очень часто приходят вопросы, почему светлеют листья у огурцов, почему желтеют листья у огурцов. Я всем отвечаю, заочно вам никто не назовет причину. Хоть вы фотографию высылаете, хоть что, вы должны посмотреть сами. Если светлеет вот так, это вот я нашла специально для образца со старого огурца, лист. Он уже у меня отплодоносил, я за ним не следила. И вот хочу показать. Вот посветлел лист. Такое посветление может быть и от недостатка азота в почве, если почва бедная, и от вредителей. Посмотрев вредителей, нужно смотреть на тыльной стороне листа, но вооруженным глазом, скорее всего, паутинного клеща вы не найдете. Вот этот лист я вам сорвала с паутинным клещом. Осмотрите внимательно свои растения, и если вы на усике, на листьях, на стебельке найдете вот такое, не знаю, сейчас вам видно будет или нет. Вот фрагмент, видите? На усике такой фрагмент паутинки. Вот она, паутинка. Или когда вы ходите, там, ухаживаете за огурцами или поливаете, вам на лицо вот попадается что-то такое, как щекотит, как будто волосинкой провели. Это могут быть тончащие паутинки. Вот как вам, чтобы виднее было? Вот видно. Вот она, паутинка. Всё. Это значит, на ваши огурцы напал паутинный клещ. Немедленно обрабатывать. Если огурцы молодые, нет завязи, можно обрабатывать средством для борьбы с паутинным клещом с длительным сроком ожидания. Если уже есть завязь, то нужно обрабатывать обязательно, только с коротким сроком ожидания, с безвредным, таким как фитоверм. Лист может быть не явно такой, сильно вот светлый. Это вот у меня, как он уже старый-старый, я уже не ухаживаю за ним, вообще светлый. Может быть немного потемнее, просто, ну как, начинает светлеть, немного такими фрагментами, пятнышками. Вот показала вам, как выглядит паутинный клещ. Ну не сам, конечно, его симптомы, признаки. Также может светлеть лист от недостатка азота, потому что огурцы очень прожорливые, в период плодоношения им нужны обязательно, если вы заранее не заправили почву перегноем, или там не поливали настоем коровика, нужно обязательно подкармливать удобрениями. Это могут быть как фабричные, так и природные. Я никогда не подкармливаю в течение сезона, потому что весной сразу заправляю в лунки очень много перегноя. Перегноя хватает до осени, и насчет этого, насчет азота я не расстраиваюсь. У кого почва бедная, ничего не добавляли при посадке, ни коровика, ни перегноя, ни птичьего помета, ну значит полейте мочевиной. Это тоже азотосодержащее удобрение, хотя и искусственное. Он есть любой азот, и природный, и фабричный. Без азота много плодов не будет, но все-таки советую фабричными удобрениями не увлекаться, потому что все эти удобрения будут у вас на столе. Лучше используйте природные, настой коровика, настой птичьего помета, перегной, навоз, перемешанный с землей. Чистый навоз нельзя сразу, он должен быть разбавлен землей, или перепревший, прошлогодний. Вот, по поводу пожелтения листьев. И когда вы пишете мне и спрашиваете, что с моими огурцами, вам заочно никто не даст ответ, вы должны сами исследовать и понять, или же это вредители, или это недостаток каких-то элементов в почве. Но разобраться в этом вы должны сами, и помогать своим растениям. Насчет вредителей смотрите очень внимательно, они бывают мелкие, не видно. Вот паутины и клещ можете узнать по паутине. Все, до свидания, заходите ко мне на страницу в Одноклассники. Ольга Чернова, 56 лет, город Бейск, Алтайский край. Как обрабатывать огурцы, если уже есть завязи и есть огурчики. У меня есть видео на странице. И перед тем, как задавать вопрос, писать мне, вы, пожалуйста, посмотрите все материалы на странице. Там почти на все вопросы уже есть ответы. Или видео, или статьей. Потому что я сейчас, кто пишет личную почту, почти никому не отвечаю. У меня ведь есть свой огород, и мне его тоже надо и обрабатывать, и полоть, и поливать. Поэтому я на некоторые вопросы, которые очень актуальны, отвечаю видеороликами. Писать, сидеть мне некогда. Я ухожу рано утром и прихожу домой вечером. Извините письменных ответов, скорее всего, вы не дождетесь. До свидания.